Здравствуйте, в эфире авторский ютуб-канал «Современный разговор» с Расим Бабаем. Я с удовольствием предлагаю, представляю вашему вниманию сегодня, грузинского политолога, автора и ведущего известного ютуб-канала «Новости с Кавказа» Джисак, Гелла Васадзе. Здравствуйте, Гелла, рад вас видеть. Добрый день, Расим. Приветствую всех ваших зрителей. Большое спасибо за приглашение. Гелла, начнем с Лачинского коридора. Две недели уже ровно проходит там акция азербайджанских эко-активистов. И как вы наверняка знаете, что вот эта акция обросла всякими небылицами, обвинениями и инсинуациями грязными на страницах разных СМИ и заявлений различных парламентариев и политиков. Что вы можете сказать о сути вот этой акции? Вообще вот две недели прошло, наверное, можно подводить какой-то временной результат, итоги. Ну, в общем-то, о временном результате говорить пока рано, хотя, конечно же, предварительные результаты какие-то можно сделать. Первый итог результата этой акции – на сегодняшний день Азербайджан осуществляет эффективный контроль над Лачинской дорогой, над Лачинской коридорой. Мы можем сколько угодно говорить. Это, конечно, своеобразный очень контроль. Это контроль, который, ну, скажем так, если в моих программах часто звучало и от Владимира Копчака, и от многих других, где КПП в Лачине. А КПП в Лачине, вопрос о КПП в Лачине сразу же встал после того, как стороны договорились в Брюсселе, и об этом часто говорили. А у Брюсселя, в принципе, с уникой над коммуникациями. Почему-то, и это немного диковато, сравнивался в Лачинской коридоре с Ангизурской коридорой. Абсолютно разные вещи, конечно же. Ну, типа того режима прохода. И все время говорилось о том, и это, в принципе, был чисто российский нарратив, что говорила Москва. Москва говорила Старин Шуевич. Что, ребята, вот вы такие вот все друг друга не любите, такие вот нехорошие, а мы вот такие крутые, такие на земле. Мы присутствуем, поэтому ни вы, ни армянская сторона на своих территориях не будете контролировать коммуникации. Коммуникации будем контролировать мы. Потому что вы дети малые, а мы тут взрослые дяди, которые и тем, и другим разрешат пользоваться вот этими дорогами. В Брюсселе прекрасно понимали, что это крючок, и на этот крючок Москва хочет посадить и Баку, и Ереван очень долго, ровно так же, как это было с Карабахом. Это новый вид такой крючка. Поэтому, когда появился другой посредник в виде Европейского Союза, а потом и Соединенных Штатов, тогда стал вопрос, а зачем вам русскую? Если речь идет о том, что вы договариваетесь о признании взаимно территориальной целостности, суверенитета и так далее, если мы говорим о мирном договоре, а только мирный договор может обеспечить реальный прогресс в том, что мы называем войной между Азербайджаном и Арменией, а это действительно война. Эта война началась не... и не закончилась там 10 ноября, и началась 27 сентября 2020 года. Оно началось еще в 80-е годы, в период Советского Союза, ну тогда это были союзные республики, но так или иначе. Эта война продолжается сейчас, и вот то, что мы видим в серии активных мероприятий Азербайджана по взятию контроля на Чинского коридора, это и есть часть этой войны. Так или иначе. Понятно, что причина была, и она была достаточно серьезная. Понятно, что речь идет о руднике. Я не знаю все эти спекуляции по поводу того, что кто-то там чего-то... Владелец, который официально зарегистрировал в свое время на себя этот рудник, сейчас потребовал чего-то, чьи-то интересы, это все инсинуации, вы знаете, мы об этом не будем говорить, потому что ни я, ни вы этого в том, что это подтвердить не можете. Правильно? Но есть кейс, комплектный экологический кейс, экологоэкономический кейс, и есть более широкий кейс, кейс войны, в данном случае гибридных форм войны. Война, возобновление, эскалация боевых действий была, мы знаем, и в августе, и в сентябре. Причем скажу так, что в сентябре достаточно серьезно, серьезно был удар нанесен по Азербайджану, я имею в виду, на внешнеполитическом треке, на дипломатическом треке. Сейчас, в принципе, в Баку прекрасно поняли, что гораздо более эффективным является вот такая форма борьбы. Хотя от экологоэкономических, экологоэкономической проблематики исключительно уже отходят, потому что требования активистов, мы слышали, это контроль, но это не военными, а контроль представителями органов госслужбы, то есть органов госслужбы Азербайджана. Это очень важный момент. В принципе, именно на это не хочет идти армянская сторона. Категорически против этого те люди, которые сегодня представляют карабахских армян, а реально их представляют сегодня, насколько я понимаю, Робан Варданян. Его проект полностью ломается. Таким образом. Вот это общая ситуация. Как вырулить из нее? Как в общем и в целом? В общем и в целом выруливание в пользу. Баку может быть только КПП на Лочинской дороге, а любой другой результат, он просто будет не в пользу. Это реальность. Это неважно, кто за кого и что тут делать не в эмоциях. Это та реальность, которую мы имеем. Дело вот эти акции, они как бы лакмусы алгуманга, они показали, кто есть кто на самом деле и кто чего стоит. Вот миротворцы и сепаратисты, которые окопались в Ханкинде. Наверное, после того, как эти акции проводятся, вы можете нам дать и как будто характеристику. Вот вы говорили, что Россия говорила, что мы будем и в Зангизуре, и в Лочине главенствовать под нашим контролем и как бы успешный, можно сказать, миллиардер Варданян. У него было, наверное, море других возможностей сбежать из России, чтобы спасти свои миллиарды. И вот он поехал в Ханкинде. Вот эта вот акция, насколько вот чьи акции подняла, чьи акции убила, если говорить экономическим, банковским языком, то, что вы говорили, то, что это экологически и экономически. Варданян ни с какой России не бежал. Вообще Варданян из России сбежать не может. Человек, который участвовал в финансовых операциях Ралдогена, а зрителям напоминаю, Ралдоген это чилист, но, наверное, хороший музыкант, который владеет несколькими десятками, по-моему, если не миллиардов долларов. Так вот, в общем-то, это кошелек Путина, один из кошельков Путина. Вы уже понимаете, что человек, который взаимодействовал с кошельком Путина сбежать из России не может. Другое дело, что когда запустился проект Варданян, были разные версии, в том числе и на моем канале они высказывались, и на вашем канале они высказывались, когда речь шла о том, что зачем он запустился. Например, была версия того, что Варданян это проект Киво. Напоминаю зрителям, которые не знают, что был такой первая деталь наклонно-карабахского обкома КПСС при Гидаре Амибе, это еще при советской власти, который сумел наладить очень хорошие деловые плотные взаимоотношения с странной властью. Понятно, что тогда, конечно же, была жесткая субординация, но при Киворкове было что важно, что все вопросы спорные решались очень быстро. И, кстати, когда мы говорили о том, что НКО в период Азербайджанской СССР очень неплохо, вот это очень неплохо, это благодаря взаимодействию Киворкова с центральными властями Маку, и, прежде всего, с Гидаром Ли, который был тогда первым сектором ЦК партии Азербайджана. Вот примерно, примерно была версия, что вот это Варданян это такой проект Киворков 2, когда человек с большими деньгами, со связями и так далее начнет и самое главное человек, у которого нет никаких скажем так негативного бэкграунда прошлого Арабайя, начнет налаживать напрямую связи с Баку центральной власти и, соответственно, каким-то образом придет какая-то формула, при которой в общем-то будет выгодно и будет не выгодно, а приемлемо и для центральных властей Азербайджана и для тех, кто представляет эстеблишмент в самом коронавирусе. Даже какое-то время, когда он начал делать очень агрессивные заявления, некоторые говорили мне, что Киворков, ну ладно, ну ты же понимаешь, что это ему надо сейчас делать, чтобы показать, что он патриот из патриотов, а на самом-то деле, ну вот как раз-таки вот это на самом-то деле вот именно вот так, как есть. То есть он делал эти заявления для того, чтобы как раз-таки отрезать от себя вполне уверен, вполне скажем так, намеренно отрезать от себя любую возможность представлять армянское население Карабаха в Азербайджане и с Азербайджаном, и эти заявления там были сделаны только потому, что Варданян просто является инструментом в руках Москвы. Поэтому, когда мы говорим про РМК, миротворцев, в кавычках, я всегда беру, потому что российские миротворцы так симптомованы, когда мы говорим о Варданяне, нужно хорошо понимать, что это не цивилические кони, которые в вакууме, это конкретный инструментарий России. И этими инструментами она и пользуется. Все. Я хотел сказать, что вот эта акция показала, что истинное положение еще раз проявило как фото-пленка, что миротворцы не обладают там никаким статусом и миссии у них как бы вилами по воде. Ну вот смотрите, вот смотрите, вот элементарная вещь, которую я постоянно с первых дней вот уже две недели спрашиваю практически у всех моих собеседников, большинство из них мои друзей. Говорят о блокаде, да? Говорят, что нельзя проехать, там кончаются продукты, там все плохо и так далее. Говорили о том, что перекрыли газ и так далее. Верить на слово никому никто не обязан. Но там есть так или иначе люди, которые по своему статусу должны быть и являются нейтральными. Правильно? То есть это РМК. Можно спросить и запросить у РМК сделать заявление. Ребята, сделайте заявление, перекрыли активисты эту дорогу, не пропускают они грузы или пропускают? Сделайте заявление, кто перекрыл газ. На это был все время ответ, что у них нет мандата. А при чем тут нет мандата, есть мандат. То есть они находятся на земле. Если они посредники, если они миротворцы, то это их прямая функция. Но в том что дело, что они не посредники, не миротворцы. Москва в общем целом, Россия, вообще в этой войне, в этой войне было три стороны, не две. То есть как бы война была между Арменией и Азербайджаном, но Россия при этом в разные годы, по-разному, в основном поддерживая, конечно, Армению, но все равно воевала и против Армении, и против Азербайджан. Россия при этом воевала за себя. Она третья сторона этой войны. То есть российские военные, которые сейчас находятся там, в Карабахе, в зоне временной ответственности, как говорит Фарханд Мамедов, безответственности российского миротворческого континента, они являются стороной конфликта, а не последней. И это было ясно, это было ясно показано во время этой акции. Тело на днях состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхона Байрамова и России Сергея Ваврова. До начала встречи российский МИН заявил о том, что ожидалось участие армянской стороны, но армянская сторона как бы отказалась. Каковы причины того, что Ереван в этом не участвовал? Плюс к этому же вопросу я могу добавить с достаточной долей смелости то, что отказался лично Пашинян участвовать в продолжении переговоров с Салиевом в трехстороннем формате, который проводит Евросоюз. Туда был вброс президента Франции, что он тоже должен участвовать. И Лавров заявил, что по итогам встречи Армения много потеряла. Он заявил, что мы наконец не имеем никакого отношения к Варданяму. Вы уже это прокомментировали. И третье он говорил, что если не ошибаюсь, опять про формат 3 плюс 3 дорогу, начнем с того, что если разговор шел про Лачин, Лачинскую дорогу, то Армении как таковой, как с Салиевым, они там не присутствуют на земле. Их там нет, потому что все фактически, несмотря на то, что Армения финансирует и так далее и тому подобное, их инструментариев воздействия у Армении нет. На Варданяна они не имеют никакого влияния. Более того, мнение по Варданяну, и это тоже часто подчеркивается, совпадают и в Баку и в Ереване. Варданян неприемлем не только для Баку, но и для Еревана. Что касается всех остальных моментов вот этой встречи, там была очень такая забавная ситуация по поводу того, что Мирзанин сообщил, не сообщил, как сообщил, по поводу того, что он не будет участвовать в встрече. Лавров сказал, что это «Радио Свободы» узнал, Мирзанин заявил, что Мирзанин официально передал Масольству России, что вот так и так будет и не будет участвовать и так далее. То есть на самом-то деле трек может быть только один, в котором могут сегодня участвовать Армения и Азербайджан. Это переговоры по мирному договору. Вот переговоры по мирному договору это трек. Это важный трек, потому что все остальные вещи, все остальные вещи, они решаются достаточно просто, если будет заключен мирный договор, не в Москве, ни в коем случае. Под ним должны стоять две подписи, а не три подписи. И там должны быть две строки, что Армения и Азербайджан взаимно признают суверенитет и территориальный целостность другого. Все. Это и есть мирный договор. Теперь, что касается вот срыва встречи. Поверить в то, что Башинян не знал, что на самом-то деле это президент Алиев отказался от встречи с участием Макрон. Но поверить в то, что премьер-министр Армении не знал, что президент Алиев откажется от встречи в формате, где будет присутствовать Макрон, были там заранее договоренности или не было, это другой вопрос. После того, как Макрон позиционировал себя в сторонах. Ну, вот смотрите, может ли Турция быть посредником между Армении и Азербайджаном? Наверное, нет. Не может, потому что между Арменией и Азербайджаном и Турцией явно на сравнении Азербайджана. Ровно так же Франция не может посредником между Арменией и Азербайджаном, потому что Франция однозначно на стороне. Я очень часто это красной нитью проводил, мне многие говорили, Кирала, зачем ты затаскиваешь Францию в Армению? Да не затаскиваю никого, просто Франция за Армению. Они не собираются никуда никого посылать, но в то же самое время французы лоббируют миссию Евросоюза на границе с Арменией. Кстати, в этом случае миссия Евросоюза на границе с Арменией, как это бы ни парадоксально не звучало, вообще никак не касается Азербайджана. Потому что я всегда говорил по поводу, когда эта миссия появилась, если завтра Евросоюз и Армения договорятся, что эта миссия каждый четверг будет ночью танцевать голубь при Луне, то Азербайджан от этого танцует с той стороны. Правильно? Поэтому речь идет о том, что Франция четко позиционирует. Другое дело, что очень важно в Брюсселе и Вашингтонской тракции, я это объединяю, потому что давайте будем откровенными. И в Брюсселе и Вашингтоне заинтересованы в мирном договоре и в скорейшем обозначении. Вот будет мирный договор, почему они заинтересованы? Да не потому, что они так любят Армению и тем более так любят Азербайджан. Они заинтересованы для того, чтобы у бизнеса было огорать и то, что завтра вот эти все проекты логистические, энергетические не окажутся в зоне боевых действий. Южный Кавказ на сегодняшний день реальный. И тут я отсылаю это не скромно, но тем не менее к передачам на моем канале с Рома Фомага Мирзаевым, где мы разбирали все по скажем так, по атомам разбирали, что Южный Кавказ сегодня является, действительно, стал неожиданным логистическим узлом. Смотрите, на самом-то деле такое происходило в последний раз в 12 веке. Когда мы говорим, что через нас проходил Великий Шелковый Путь, мы ведь лукали. Через нас никакой Великий Шелковый Путь не проходил. Великий Шелковый Путь проходил ниже. Но в конце 11 веке сельжуки начали свое движение. В 10-м 11 веке начали свое движение. Там соответственно возникла зона боевых действий с арабами, потом с греками и так далее. И караванные пути пошли через Южный Кавказ. Вот сегодня примерно такая же ситуация только на севере. Россия начала боевые действия. В Украине оказалось в изоляции. И караванные пути, извините, учитывая нестабильность ирана, не все, не все, не того, бога ради, мировая торговля от этого, но сухопутный коридор из Китая в Европу пошел через Южный Кавказ. И оказалось, что несмотря на то, что наши страны заботились, там Грузия, Азербайджан так или иначе заботились о развитии инфраструктуры, этой инфраструктуры недостаточно. Недостаточно, потому что есть спрос, необходимы инвестиции. Вот чего больше всего не любят деньги, так это шум обыстрелить. Об этом и идет речь. И вот на этом фоне, когда был пакет Вашингтона-Пражский, Вашингтона-Пражский пакет, что Димир Путин садится договориться. Помните, был такой оптимизм, что мирный договор будет заключен до Нового года. Были разговоры об этом и так далее. А кто это сорвал? Димир Путин. Отвечая, срыв начался с ответа на вопрос на Валдайзер. Когда он сказал, ну если Армения хочет отказаться от Карабаха, мы не можем заставить армян не отказываться. Но вообще-то мы думали иначе. Потом были все эти заявления от Капанкина, это посол в Армении, до самого Путина, Лавров там тоже двигался, что ребята, мы вообще-то считаем, что мирный договор нужно заключать и там записать, что статус Карабаха он не определенно нужно отложить на неопределенное время. Капанкин заявил, что это вопрос следующих поколений, на что, кстати, Гейдар Мирза абсолютно правильно словил, но и есть следующее поколение. То есть, посмотрите, и фактически этот процесс был сорван. Он был окончательно сорван в Сочи. Теперь, что касается 3 плюс 3. Понимание, в чем дело? Я бы мог бы посмеяться, мы бы могли бы с вами вместе посмеяться над этим. Но все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Когда мы говорим, что война в Украине меняет мир, она действительно меняет мир. Ну вот, закончилась война, вышли в СССР, на границу с Украиной, и что? Пошли дальше брать Москву? Да нет. Скорее всего, наибольшая вероятность, самая большая вероятность того, что сценарий, который будет, а какой сценарий может быть? Сценарий может быть очень простой. Железный занавес, ров с крокодилами. И вот, находясь, когда, как только возникает этот ров с крокодилами, а он уже возник. Понимаете, почему это? Он просто все углубляется, и все больше крокодилов оттуда вылезает. Очень важно для каждой страны, на какой стороне рва мы окажемся. На стороне, где Россия создает свою экосистему, свой чумной барак. или на стороне остального мира. Ведь деньги, технологии, те самые логистические проекты и энергетические проекты, о которых мы хорошо с вами говорим. Это главный вопрос. И для России сегодня, конечно же, Россия мечтает о 3 плюс 3, чтобы все мы были в одном чумном бараке вместе с ней. Чтобы все мы были по этой стороне рваны. Но легче же вы заживаете, когда Турция, Иран, Грузия, Армения, Азербайджан вместе с тобой. Еще в Центральную Азию добавили. А Центральная Азия без Азербайджана и без Грузии. В Центральную Азию добавится сама собой. А куда они делаются? Через Афганистан и Иран будут вести? Что-либо? Таковы ставки в этой игре на самом-то деле. Таковы ставки и на Лачинской дороге. И тут нужно очень хорошо понимать эту связь. Вопрос территориальной целостности он как бы альмаматом для каждой страны, для каждого народа, для каждого государства. Баку сейчас старается, чтобы полностью восстановить свою территориальную целостность и суверенитет, чтобы на всех точках Азербайджана азербайджанские законы и с Азербайджана как говорится жили. Украина борется сейчас за свою территориальную целостность против России. И я не могу вам, как грузину, у вас тоже болевые точки есть с территориальной целостностью. Что вы думаете, как в этом направлении будет развиваться ситуация в Грузии? Ну, скажем так, мы все в одной лодке. Понятно было уже в 20-м году, что очень многое полное восстановление территориальной целостности Азербайджана зависело от того, как будут развиваться общие события. То же самое сейчас. Без ослабления, вот я спрошу вас, без ослабления России, возможно ли были те события, которые у нас сейчас происходят в Лежном Кавказе. Вряд ли? Таким образом, мы имеем дело с общим ослаблением России. Поэтому, ну, на сегодняшний день наши власти вообще об этом не думают. У них гораздо более другие проблемы, к сожалению. Как сделать деньги на той ситуации, которая сложилась, и как не выпустить Михаила Саакашвили на лечение, потому что страшно, Путин отомстит. Но, в общем-то, в грузинском имуществе есть четкое понимание, что, конечно же, надо готовиться к тому сценарию, когда Россия ослаблит настолько, что можно будет вернуть и Абхазию, и Санимальский регион, которые почему-то все продолжают называть кто Южная Осетия, а кто даже Осетия. Так вот, понятно, что это зависит от раскладов сил, раскладов сил на земле. Как это будет делаться, мирным путем или военным, это тоже зависит от ситуации. Конечно, лучше мирным путем, но любая страна имеет право восстановить свою территориальную целостность и военную. Это не противоречит ни Уставов, ни другим соглашениям и международным правом. Спасибо большое, Гео, за то, что в воскресный день вы нашли время и мы с вами поговорили. Всегда с большим удовольствием прихожу на ваш канал. Огромное вам спасибо. И спасибо нашим зрителям. Уважаемые зрители, вы смотрите канал современный разговор с Васимом Бабаевым, мой сегодняшний гость, я даже не могу сказать, что гость, мы с ним коллеги, авторы и ведущие авторских YouTube-каналов, мой коллега, автор и ведущий канала новости из Кавказа Джитак, Гела Васадзе. Спасибо большое, Гела, всего наилучшего. Всего доброго, и с наступающим. Да, всего доброго, дай Бог, чтобы в следующем году было меньше негативных новостей и было больше мира, солнца и процветания. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.